Добрый день дорогие друзья, с вами Михаил. Сегодня буду рассказывать про самодельный лифт мэйд для домкрата, хайджека, просто народе как его называют, либо у меня модель хайлифт, то есть американская фирма. Ну, это роли не играет, ибо сегодняшняя тема для сюжета это самодельная приставка для поднятия автомобиля за колесо. Что из себя представляет эта приставочка? В принципе, то же самое, что и в магазине. За одним лишь исключением, что на изготовление всего вот этого я потратил рублей 300 на два крючка и стропу. Сейчас я ее сниму с домкрата и вам покажу. Она точная копия магазинного образца. Вот она приставочка, сделана из металла пятерки из листов. То есть, две заготовки вот такой формы, пластины, одна пластина вот сюда и еще одна пластина вот здесь. То есть, находите в магазинах или у знакомых похожую конструкцию, берете и делаете по аналогу. Вообще ничего сложного. Толщина металла 5-6 миллиметров. Этого более чем достаточно. Дальше нужно просверлить два отверстия под болты. В один болт у нас вставляется стропа. Вот стропу я шил не своими руками, а при помощи машинки. У меня есть такая машинка по коже. И она как раз хорошо прошивает данные ленты. То есть, здесь две ленты, две ленты, а в этом месте вот даже три. То есть, я сложил раз, сложил два и нахлёст сделал. То есть, видите, здесь аж три ленты. На обычной швейной машинке такого не сделать. Но придется делать в случае отсутствия машинки руками. Тоже возможно. Далее еще одна накладочка есть. Она соединяет эти ленты, чтобы они не расцеплялись. И, так скажем, постоянно были выставлены на одной высоте. То есть, видите, за одну дергаю, у меня никуда не девается. Чтобы снять эти стропы, нужно открутить вот это болтовое соединение. Крючки продаются в магазинах строительных. Называются крючки для крепления грузов. Шириной 50 мм. Для того, чтобы сделать их более мягкими, намотал изоленту. Можно найти кембрик по, так скажем, диаметру подобрать. Но это будет несколько сложнее. Потому что в магазинном варианте вот эти крючки, они прорезинены. То есть, они опущены в резину, в расплавленную. И, так скажем, они действуют щадяще на ваши диски. Однако, как и у покупных, так и у моих крючков, все равно оболочка со временем повредится. Ее придется восстанавливать. Поэтому надеяться на заводскую, что она прослужит вечно, не стоит. Вот с этой стороны, для того, чтобы металл не повреждал корпус, я сделал вот такую резину толщиной 5 мм. Я ее не приклеивал. Я ее приделал на болтовые соединения. 4 болтовых соединения. Потому что клей под нагрузкой может с легкостью отвалиться в ненужный момент. Ну и, соответственно, восстанавливать его сложнее. Все делается просто. Отверстие сверлится. Нарезается резьба вот с этой стороны. Шайбы еще подложил, чтобы более плотно прижалась. Все. И один болт еще под крепление за, так скажем, домкрат. На домкрат надевается все просто. Вот он, наш клюв у домкрата. Здесь есть отверстие. И в китайских, и в американцах. Везде есть отверстие. Мы просто надеваем наш лифтмейт. Вставляем болт. И все. Он уже никуда не денется. Обратите внимание. Клювик у домкрата, он немножко вверх загнут. Поэтому он не дает уже металлу самому по себе сползти. Плюс еще мы фиксируем вот этим болтовым соединением в проушине. И у нас уже точно никуда с домкрата данная конструкция не соскочит. Вообще не я ее придумывал. Просто взял и повторил. И того же вам желаю. Нет смысла тратить 2000 рублей на вот такое нехитрое изобретение. Сделать своими руками что-то подобное с аналога очень и очень несложно. Установили домкрат и начинаем подъем автомобиля. Широкая доска нужна как раз, чтобы распределить усилия и предотвратить разбортовку нашего колеса. Самое главное при работе с таким домкратом научиться правильно с ним работать. Я тоже еще нахожусь в процессе обучения. Но знаю одно. Вот в эту зону нельзя помещать голову. Либо какие-то предметы, вашу руку. Ни в коем случае. Может случиться срыв и вот этой трубой вам руку переломает, глаз выбьет, голову пробьет. Это запросто. Поэтому ни в коем случае туда ничего не помещаем. Вот мы видим, что автомобиль поднят. Все нормально. Поэтому главное правило. Типичные ошибки. Вот сюда помещают руку, начинают подъем, срыв, удар. Все. Рука раздроблена, палец побежден. Либо взяли головой вот так, качаем вот так, голова при этом находится здесь. Ни в коем случае так не делайте. В основном, в принципе, работать с домкратом не очень сложно, но нужно потренироваться. Вниз опустить, нужно собачку перевести вниз. Она довольно туговастая. Поэтому нужно либо ударить по ней, вот так, и далее готовиться к усилию, которая встречная пойдет. Вся машина будет давить на домкрат. Поэтому двумя руками даже лучше. Потому что один раз я держался рукой, начал опускать машину. Рука как-то выскочила, ударила. Вот сюда как раз ударила. И хорошо, что я там не держался, я знал. И потом по инерции еще несколько раз труба совершила поступательное движение. Поэтому осторожно при работе с таким домкратом. Все. Опустилась. Вниз опустили, сняли. Назначение вот этой доски это распределение усилий. Если мы будем домкратом давить прямо вот как оно есть, то что у нас произойдет? Разбортировка колеса. Мы просто с буртиков давим туда внутрь нашу покрышку. И все разбортируется. Потом придется еще по месту забортировать все. Либо менять на запаску. Ну а здесь мы видим, что в принципе изолента также выступает в роли смягчения. Ну вот и все. С вами был Михаил. Дерзайте. Не всегда стоит тратить излишние деньги на покупку всех вот этих мелочей. Главное это домкрат. Остальное можно своими руками сделать с большим успехом. Всем пока.